привет друзья вы смотрите канал Дорогая Испания с Еленой Вивас наконец-то прошли новогодние праздники и я снова вернулась к своему каналу середина января у нас сегодня здесь очень холодно плюс 7 градусов всю прошлую неделю над Испанией бушевал циклон Филомена в принципе с юга Испании он до сих пор не ушел тот самый циклон который принес много снега и холода в центральную часть Испании всю прошлую неделю здесь в стране Басков мы тоже ждали снег вот у нас на побережье сначала было среду обещали потом субботу в общем сегодня вторник снега следующей уже недели да снега до сих пор у нас так и нет но его нет на побережье весь снег выпал только в горах но в принципе снег в горах страны Басков это нормальное явление да снеговая линия у нас находится на высоте 600 метров над уровнем моря но на берегу океана у нас как была прекрасная погода такой она остается по сегодняшний день и вот сегодня первая прогулка у нас в новом году и я решила вас познакомить с очаровательным рыбацким городком Орио это город который находится в месте где сливаются река Ория с океаном и очень высокими горами то есть такое сосредоточение различных красивых природных объектов в одном месте городок Ория как и большинство баловецких городов на побережье страны Басков был основан в далеком средневековье именно как город рыбаков которые охотились за китами и примечательно то что именно в городе Орио был пойман последний бискайский кит на побережье страны Басков произошло это больше 100 лет назад в 1901 году с тех пор уже прошло очень много времени но несмотря на то что бискайского кита в природе больше нет но рыбаки Орио они охотятся за другой промысловой рыбой да основными из которых естественно здесь являются анчоусы как на всем побережье Атлантического океана Испании белый тунец макрель но у города Орио есть и своя особая гастрономическая история дело в том что считается что именно здесь в стране басков готовят самая вкусная бисуга бисуга это ценная порода рыб которая очень нравится моим туристам а я знаю место где ее готовят лучше всего ну идемте прогуляемся по этому городку и насладимся его атмосферой истории архитектурой и разными легендами городок Орио расположен на побережье страны Баска всего в 20 километрах от Сан-Себастьяна в очень красивой долине реки Ория не исключено что название Орио ничто иное как деформация от названия реки в устье которой город и расположен он был основан в средние века под названием вильяреал де Сан-Николас де Бори де Орио но это очень длинное название было потеряно в истории и сегодня город известен просто как Ория существует легенда что отец Мануэль де Лароменге в далеком средневековье так назвал эту реку за ее желтые и модные воды и на баском языке Орио означает желтый с тех пор этот цвет стал символом города и все таблички в городе изображают на желтом цвете и также желтый цвет это цвет главной гордости этого города команды по академической гребле Орио типичная рыбацкая деревня и порт является ее нервом примечательно что главная административная площадь города находится прямо в порту и уже от нее по склонам горы расползаются многочисленные узкие улочки исторического центра идемте по ним прогуляемся Орио находится на северном маршруте популярного паломнического пути Камино де Сантьяго который тянется вдоль всего побережья страны басков и далее по северу до Сантьяго де Компостела на улицах города можно встретить знаки в помощь пилигримам а главной святыней которая привлекает паломников в этом городе является церковь Сан Николас де Бори которая изначально была построена в 13 веке а затем реконструирована в 17 о чем можно прочитать прямо на ее стенах в далеком средневековье церковь Сан Николас была частью оборонительной стены города Орио сейчас по ней можно прогуляться и посмотреть с высоты на сам город на ее жителей и их неспешную размеренную жизнь со смотровых площадок открываются очень красивые панорамы ближе к обеду прямо на улочках города начинают разжигать уголь в мангалах и жарить рыбу на углях весь город обволакивает этим очень вкусным ароматом жареные рыбы на углях обессуга приготовленная таким образом в Орио считается самой вкусной во всей стране басков это то зачем сюда приезжают многочисленные туристы из разных уголков Испании и страны басков а я знаю место где готовят лучшие обессуга ворио поэтому жду вас в мои авторские винно-гастрономические туры по северу Испании и стране баска насладившись местной гастрономии в сопровождении баских вин чекали которые тоже производят ворио отправляемся дальше гулять по городу на главной улице исторического центра колея на гуся нас ждет очень много домов построенных в стиле традиционной баской атлантической и баской горной архитектуры а в самом центре исторической части города находится площадь на которой абсолютно каждый дом является памятником истории и памятником архитектуры страны баска эти дома были построены в пятнадцатом шестнадцатом веках период экономического расцвета этой территории эти дома принадлежали местные знати и купца здесь же на этой площади находится и фонтан с артезианской водой которая является самой лучшей самой чистой и самой вкусной в провинции гипускуа орио носитель многих баских традиций некоторые улочки старого центра датировали двенадцатым веком испокон веков здесь было развито сельское хозяйство рыболовство строительство кораблей поговаривают что именно на здешних верхах был построен галеон санта мария головное судно первой экспедиции христофора колумба сегодня основа экономической деятельности этого городка это сельское хозяйство рыболовство и консервная промышленность посмотрите как интересно украшен фасад консервной фабрики эти рыбки сделаны из консервных банок сегодня туристы приезжают в этот городок не только за историей и баской гастрономии но и для пляжного отдыха в городке орио есть два прекрасных песчаных пляжа на один из которых давайте мы сейчас с вами и прогуляемся тропинка идет вдоль реки мимо спортивного порта и между таких вот естественных красивых лугов а это парк птиц который создал один из местных инициаторов чтобы пока родители купаются или отдыхают на пляже дети могли развлечь себя наблюдением за птицами гуси утки морские бакланы и другие водоплавающие птицы собраны в этом парке сегодня в небе на дорио было очень много дельта планеристов ветер им был в помощь но ветер не всегда в помощь для песчаного пляжа поэтому как видите здесь между пешеходной набережной со множеством кафешек и террас и непосредственно песчаным пляжем ведутся восстановительные работы песчаной дюны сегодня достаточно холодно плюс 10 градусов ветер северный пронизывающий но это не та погода которая может остановить басков в их любимых развлечениях вообще про страну басков говорят что это не страна для скучных людей поэтому в любую погоду здесь можно встретить любители покататься на доске этому серферу на вид лет 14-15 но его абсолютно ничто не может остановить серфинг один из основных видов спорта в стране басков и практически в каждом доме за дверью спрятана доска для серфинга друзья ну вот и закончилась наша прогулка поэтому очаровательному рыбацкому поселку ория я уже дошла до океана поднялся ветер ветер северный поэтому немножко такой пронизывающий но я все равно пойду взберусь еще немножко в горку покажу вам оттуда красивые виды подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски ставьте лайки и до новых встреч с вами была ваша елена вивас а Субтитры сделал DimaTorzok